Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Amarkets с торговыми идеями, в котором каждый день, включая выходные, мы постим специально для вас дополнительный аналитический контент, вам в помощь в принятии торговых решений. Сегодня, друзья, на повестке экономического календаря значимых релизов не будет, но на завтрашнюю торговую сессию, на конец этой недели, у нас еще будет блок макроэкономической статистики по канадскому рынку труда. Также завтра выйдут данные по ВВП и промышленному производству в Англии. Собственно, за канадским долларом и за британской валютой мы следим, поэтому завтра будет чем поторговать и зачем точно последить. Ну а пока что давайте подведем предварительные итоги того, что у нас есть на данный момент по тем инструментам, за которыми мы также внимательно наблюдаем. Индекс американской валюты, индекс доллара 103,20, в принципе, стабилен те же самые уровни, что были накануне и в начале этой недели. Американская валюта продолжает пользоваться повышенным спросом, скажем так, это в новинку для доллара, учитывая, как агрессивно распродавали этот инструмент в последние месяцы. Но сейчас на стороне покупателей доллара жесткая риторика американского регулятора. Мы сделали вывод о том, что она была именно такой на основании итогов заседания Федрезерва, которое состоялось на прошлой неделе. На этой неделе было еще выступление Пауэлла перед Вашингтонским экономическим клубом, где он подтвердил то, что нам и так было уже известно, что монетарная политика американского регулятора останется жесткой, направленной на борьбу с инфляцией, потому что инфляция по-прежнему серьезная проблема для американской экономики и инфляция остается существенно выше, чем от целевой ориентиры. Даже несмотря на те снижение в уменьшенном эквиваленте, которые были сфиксированы в последние 2-3 месяца. Пауэлл также призвал трейдеров и спекулянтов воздержаться от чрезмерной активности по попыткам, опять же, через СМИ, через общественность навязать идею, в том числе американскому регулятору, о том, что уже достаточно с повышением процентной ставки. ФРС, безусловно, анализирует большое количество макроэкономических параметров и сейчас, на текущем этапе, даже не думает о том, чтобы отказаться от жесткой монетарной политики. Плюс ко всему, повышение процентной ставки продолжится. Мы ожидаем такого рода решения в марте и потом в мае. И после того, как будет завершен цикл роста ключевой процентной ставки, это по словам, опять же, по комментариям Паула, они останутся на высоких значениях, так называемых ограничительных уровнях в течение длительного периода времени. После выступления, Паула, в Вашингтонском экономическом клубе, участники рынка и, скажем так, для большего веса, потому что это действительно авторитетный источник, аналитики Горман-Сакс отметили, что ожидают, что ключевая ставка американского регулятора будет держаться выше 5% до середины 2024 года. Следом за выступлением Паула и его комментариями поспели заявления других представителей американского регулятора, в частности, главы Миннеаплиса Нила Кашкари, который допустил, что ключевая процентная ставка может вырасти до 5,5%. Я считаю, что на этот показатель мы действительно можем ориентироваться, особенно в свете последнего релиза по Non-Farm Perils, который зафиксировал еще и рост зарплат. Рост зарплат – это такой предваряющий, предвосхищающий индикатор возможного роста индекса потребительских цен, потому что рост зарплат – это основа для так называемой инфляционной спирали и ловушки, в которых оказываются периодические экономики. И буквально год назад это случилось и с американской экономикой тоже, а сейчас прям по канонам истории того, что происходило в США, то же самое происходит и в Японии. Ранее мы комментировали и разбирали текущую макроэкономическую ситуацию в Японии и действия японского регулятора. Если вернуться к действиям Федрезерва, то по данным FedWatch мы ждем повышения процентной ставки на двух ближайших заседаниях на 50 базисных фондов. По этой причине я считаю, друзья, то, что индекс доллара все же сохраняет еще потенциал для роста, который может быть реализован в ближайшей торговой сессии. Золото. Моя рекомендация пока не меняется. Я считаю, что золото может обновить локальные минимумы. На индекс настроения мы сейчас положиться не можем, потому что там баланс почти 50 на 50. Поэтому ждем более выраженной, интересной динамики по доллару. Когда она произойдет, золото тоже покажет более интенсивные торги и, скорее всего, останется под давлением. Европейская валюта против американца 1,0733. Ранее мы явно перехвалили экономическую ситуацию в еврозоне, отметив только лишь позитивные отчеты. Но вот в последние дни мы получаем только лишь негативные отчеты. Ронечные продажи, индексы доверия инвесторов Сентикса, данные по промышленному производству Германии, которая просела на 3,1%. И, конечно же, на фоне таких данных снова возвращаются на рынок опасения, что если экономика ЕС не сможет избежать затяжного экономического спада и рецессии. Ну, пока выводы делать, конечно же, рано. Нужно опираться на риторику Европейского центрального банка. И раньше ЕЦБ несколько успокоила общественность тем, что не ожидает затяжного экономического спада европейского региона, поэтому может позволить себе более активное повышение процентной ставки. Но я думаю, что все-таки повышение ставки будет уже не таким активным. В общем, интересно будет послушать будущие комментарии, будущие комментарии главы Европейского центрального банка Кристин Лагард. Через пару недель у нас будет такая возможность. Британская валюта 1,2085. И, опять же, сторонник, как и в отношении всего риска касательно фунта, что в приоритете остается развитие нисходящей динамики. Завтра выйдут данные по ОВП и промышленному производству. Ожидания плохие. Да и в целом мы понимаем, что сейчас плохая статистика – это нормальное следствие того, что происходит в целом в экономике. По данным Международного валютного фонда, который ранее прогнозировал, что в 2023 году экономику Англии ждет спад на целых 0,5%, они немножко разжевали, опять же, свои негативные ожидания, отметив, что они основаны на прогнозе того, что в британской экономике в 2022 году на банкротство подало на 57% больше, чем это было в очень тяжелом для английской экономики, так же, как и для всей мировой экономики, кризисном в 2008 году. И в 2023 году ситуация, скорее всего, может ухудшиться, потому что мы видим, как экономика Англии начинает этот год с серьезного экономического кризиса, с кризиса на рынке недвижимости, массовых забастовках и крайне пессимистичных прогнозов, в том числе даже национального регулятора, который, в принципе, должен видеть свет в конце туннеля и всегда приободрять общественность. Даже Банк Англии считает, что экономику Англии ждут непростые времена. Поэтому ожидания средне-долгосрочные по фунту, разумеется, на этом фоне. Доллар-йена 131.41. Мы ждем, что до конца этой недели будут представлены претенденты. Я надеюсь, что, может быть, даже не только претенденты, а уже конкретные имена с высокой вероятностью того, что они могут занять пост главы Банка Японии после того, как истекут полномочия Курады. Это произойдет в начале апреля. В зависимости от того, кто будет обозначен в качестве наиболее вероятного претендента, будет зависеть дальнейшая динамика пары доллар-иены. Выбираем между Амами, который является правой рукой Курады и, соответственно, скорее всего, продолжит мягкую экономическую политику, и между еще двумя представителями Имагучей и ИТА, которые являются, наверное, более прогрессивно мыслящими представителями экономической элиты. И я думаю, что они должны будут правильно среагировать на рост инфляции в Японии. Каким образом? Это изменить монетарную политику и сделать ее жесткой, а не мягкой. Поэтому я сторонник того, что японская иена будет пользоваться спросом и жду, соответственно, дальнейшего снижения пары доллар-иена. И рынок нефти пока без изменений. Хорошо, что растем уже 85 долларов за баррель. Поддержку, как и ранее, оказывают котировкам надежды на быстрое экономическое восстановление в Китае. Рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз по росту ВВП Китая на этот год с 4,1% до 5%. Также мы сейчас говорим о форс-мажорных обстоятельствах, которые привели к проблемам с нефтяными объектами в Сирии и в Турции. BP буквально сегодня утром сообщила о том, что приостановит поставки сроком на 10 дней нефти по магистрали Баку-Тбилиси-Джейханит, как раз турецкий нефтяной хаб. Это все риски для предложения, которые в данном случае выступают катализатором для котировок нефти в целом. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошие торговые сессии. Всем пока!